Итак, мои дорогие друзья, у нас 48 часов до ЕГЭ по английскому языку. Уже через 48 часов вы будете находиться в аудитории и сдавать устную часть, если вы сдаете ее 7 июня. Расскажу вам в этом ролике о том, что же нас ждет на устной части, с чем мы с вами будем справляться, какие задания нас там ждут, какие там бывают ошибки. В общем, все по полочкам про устную часть на экзамене по английскому языку. С вами сегодня, как всегда, на связи Шаренкелли, преподаватель ЕГЭ по английскому языку. Я вам всем рекомендую подписаться на мой открытый телеграм-канал, чтобы получить кладезь полезных материалов для подготовки к нашему экзамену. И важный пойнт, что даже несмотря на то, что у нас с вами остается до экзамена 48 часов, вы в целом еще вполне можете подготовиться к нашему экзамену, повторить весь материал. Напоминаю вам о том, что у нас сейчас в самом разгаре идет курс предбанник, вы можете на него записаться. Также есть вся информация в моем телеграм-канале. Но также в телеграм-канале есть кладезь полезных материалов в закрепе, полезные посты регулярные. Поэтому welcome, заходите туда, перед экзаменом мы будем с вами поддерживать связь. Давайте теперь с вами обсудим все-таки нашу устную часть. Важные моменты сегодня освещу, о которых необходимо помнить для успешного выполнения. В первую очередь мы с вами помним, что у нас экзамен дает 20 баллов первичных именно за раздел устная часть. Далее у нас с вами 17 минут на выполнение всего раздела устная часть. У вас не будет черновиков на этой устной части. К чему необходимо быть готовым при выполнении наших заданий устной части? К тому, что весь экзамен у нас имеет компьютеризированную форму. Что это значит, что вы будете выполнять весь экзамен, устная часть, на компьютере. Экзаменуемый получает отдельное автоматизированное рабочее место, за которым у вас на компьютере будет как раз-таки вся работа. Вся работа ведется на компьютере ни в коем случае, ни на каких других носителях. Если будут какие-то технические проблемы, то у вас в аудитории будет находиться специалист и будете ей говорить о том, что вот если у вас какая-то проблема, вы обращаетесь к ней. Также при подготовке вам запрещается делать какие-либо записи. Как я вам уже и сказала, весь экзамен у нас выполняется без черновиков. После ответа у вас будет возможность прослушать свою аудиозапись по каждому заданию и, пожалуйста, сделайте это. Потому что если вдруг у вас во время записи была какая-то неточность техническая, если вдруг, возможно, вы где-то себе там выдернули, например, шнур из наушников, гарнитуры. То есть, ну, всякие моменты, короче, бывают. Задели микрофон, все это сломалось, компьютер залагал, не записалась аудиозапись. Надо это все проверять до выхода из пункта проведения экзамена. Потому что если вы выходите из пункта проведения экзамена, у вас вдруг какая-то проблема была во время записи, вы, к сожалению, никак уже апелляцию на порядок проведения подать не сможете. И пересдать вам также именно устную часть отдельно не дадут возможности. Если ваша часть какая-то записи была вот не очень качественно записана, ничего страшного, вам подойдут, помогут и дадут вам возможность пересдать экзамен в резервный день. Важный момент, что это не та самая пересдача, которая запланирована на 4 и на 5 июля. Это совершенно другое. Резервный день, это наши резервные даты 18 и 19 июня. Те даты, как раз в которые я тоже пойду сдавать наш экзамен. И у вас будет возможность пересдать устную часть отдельно, просто в резервную дату. Далее, давайте с вами посмотрим также вот на эту штучку. Это QR-код, по которому вы можете перейти и ознакомиться с инструктажом по выполнению устной части. Инструктажу на самом деле очень много лет, к сожалению. Там вообще задание не соответствует демоверсии 24 года. Но по этому инструктажу вы как минимум поймете, как работает программное обеспечение, как работает эта программка, как там все выполняется на компьютере. Поэтому вам будет уже проще. Как вообще в целом проходит у нас устная часть? Вы сдаёте устную часть в отдельный день, не в тот же день, что и письменную часть. В основной период у нас существуют две даты, это 7 и 8 июня. Также существуют резервные даты. До сдачи на компьютере вы все будете находиться в аудитории, где вам предоставят литературу на английском языке. Зависит это всё от аудитории, конечно, но вероятнее всего какие-то распечатки вам предоставят. Порядок очереди, то есть порядок того, какой вы будете выходить, в какой группе вы будете выходить на сдачу экзамена, он определяется случайным образом, и вы предварительно никак спросить у организаторов не сможете, когда вас отправят сдавать экзамен. В аудитории сдачи обычно находится несколько человек, и это зависит, конечно же, от количества компьютеров, на ваш регион, на то, сколько у вас в целом школ в вашем городе, в которых сдаётся устная часть. И важный поинт, что у вас у всех будет один вариант, одинаковые задания, поэтому тут на вашей совести вы можете в целом подслушивать за тем, что говорит ваш собеседник, если вы вдруг начали выполнять задание чуточку позднее, чем он. В аудитории у вас будет проводиться также инструктаж, заполняются бланки, которые вы предварительно получили в аудитории ожидания. Но с этими всеми моментами по тому, что заполнять, где что вбивать, вам уже подскажут также в пункте проведения экзамена, поэтому вы сильно не переживайте. Затем, у вас на экзамене будет возможность выбрать мелодию. Тут у нас также есть QR-кодик с плейлистом во Вконтакте с мелодиями, которые у вас могут попасться на устной части. Точнее, не могут попасться, а у вас всего на выбор три мелодии. У вас есть выбор поставить себе мелодию номер один, номер два, номер три, либо же оставить без мелодии. Если спрашивать, советую ли я выполнять вообще устную часть мелодии, на самом деле это всё супер индивидуально. Главное здесь адаптировать громкость мелодии, если вы её всё-таки выбираете, настолько, чтобы у вас уши не завяли, и вы действительно могли как минимум сфокусироваться на своих словах. Да, в любом случае у вас на фоне, возможно, будет слышно, как говорит человек вместе с вами в аудитории. Но здесь нужно на самом деле просто научиться абстрагироваться от каких-то дистракторов, которые у нас присутствуют вокруг, и действительно нужно просто на это не обращать внимания. Поэтому выбирайте, можете выполнять задания с мелодией, можете выполнять их без мелодии, но во время выполнения номер три из устной части мелодия у всех будет не звучать, потому что там необходимо услышать вопрос. Итак, давайте теперь с вами поговорим отдельно про каждое задание. Наш раздел устной части состоит из четырёх заданий. Первое задание – это чтение текста, за которым мы можем получить с вами один первичный балл. На компьютере это всё будет выглядеть следующим образом. У вас будет сверху написано время на подготовку и время на ответ. Также, когда у вас будет идти время на подготовку, у вас будет идти отчёт времени, и будет прям вот такой вот маленький прогресс-бар своего рода, он будет истекать. Если вы вдруг будете готовы завершить задание, уже прочли этот текст до того, как завершилось время, то есть ваши полторы минуты на чтение, вы можете досрочно завершить выполнение задания, нажав на кнопку. При подготовке мы в первую очередь с вами обращаем на сложные, мы с вами в первую очередь обращаем внимание на сложные, длинные слова, даты, числительные, если они у вас будут в тексте. При прочтении ни в коем случае не торопитесь, чётко произносите все окончания, все предлоги, все артикли, потому что если вы не прочитываете какой-то предлог, какой-то артикль, съедается у вас окончание у глагола, в таком случае это будет засчитываться как ошибка. А в первом задании мы с вами можем допустить до пяти ошибок, две-три из которых у нас являются негрубыми. Во время подготовки вы можете шёпотом читать текст вслух, главное не делайте это очень громко, чтобы было своего рода уважение в аудитории и вы не мешали своему коллеге, который также задаёт устную часть. И тут из основных наших главных моментов, что нам необходимо придерживаться одного варианта английского, британского либо же американского. У вас есть полторы минуты на прочтение текста и также полторы минуты на подготовку. Если вы вдруг неверно прочитали слово и вы поняли, что вы действительно допустили ошибку, вы можете его перечитать, но будет оценен последний произнесённый вариант, поэтому если вдруг вы изменили правильный вариант на неправильный, это будет ошибкой. Не нужно слишком сильно торопиться при прочтении и также да, мы следим с вами за артиклями, окончаниями слов и предлогов. Затем у нас с вами идёт второе задание из устной части, это у нас диалог-распрос. Это задание, в котором вам необходимо задать 4 вопроса по рекламному объявлению. Тут важный момент, что у нас с вами во время экзамена, во время подготовки будет выглядеть всё вот таким образом. У вас будет условие, у вас будет рекламное объявление с какой-то вот этой фразой, призывом прийти к ним, и также все 4 пункта, по которым необходимо задать вопросы. Но, как вы знаете, после того, как пройдут полторы минуты на подготовку, у вас будет по 20 секунд на каждый из этих пунктов, чтобы вы как раз таки задали свой вопрос. И когда у вас будут наступать эти 20 секунд отдельно на каждый пункт, у вас полностью пропадает верхнее условие. Получается, тут нам с вами необходимо обязательно запомнить место, в которое мы с вами обращаемся. Поэтому мы с вами это в первую очередь видим, запоминаем, потому что в первом вопросе нам необходимо это упомянуть. Затем каждый пункт у вас, которому нужно задавать вопрос, будет высвечиваться по отдельности во время ответа. Если вдруг вы поняли, что вы неверно задали свой вопрос, вы имеете право его задать заново, в течение тех 20 секунд, которые у вас есть на каждый пункт. И не забывайте, пожалуйста, что ваш последний произнесенный вариант будет засчитан как конечный. И если в нем была допущена ошибка, то, к сожалению, будет минус балл. За каждый пункт здесь ставится по отдельности, по одному... Каждый пункт здесь оценивается по отдельности, поэтому не переживайте. Если вы вдруг в каком-то пункте допускаете ошибку, вам не будут снимать сразу все 4 балла, вам поставят 3 из 4. Еще несколько интересных моментов. Да, мы с вами уточняем место в первом вопросе, не забываем об этом. Когда мы с вами уточняем место, в которое мы обращаемся, мы используем с вами определенный артикль, потому что мы обращаемся в конкретное место. Затем не бойтесь того, что у вас вопросы могут быть с одинаковой основы. Вы можете в целом все вопросы начинать с what. Ничего страшного не будет. Каждый вопрос оценивается по отдельности. Когда вы будете формулировать вопрос, пожалуйста, придерживайтесь тех слов, которые у вас прописаны в условии, и по возможности слова не меняйте. Так вы не допустите лексическую ошибку, которая вдруг может изменить смысл вашего высказывания. И обязательно, пожалуйста, следите за вопросительным порядком слов-предложений. Если вдруг для вас тема вопроса в английском языке сложновато, повторите, пожалуйста, общие вопросы, повторите, пожалуйста, специальные вопросы, и повторите вопросы к подлежащему. Это наши с вами три базиса. Затем у нас с вами идет третье задание. Это задание «Устная часть интервью», за которое мы получаем 5 первичных баллов. Из интересных моментов, что у нас после каждого вопроса будет звучать звуковой сигнал. И именно после этого звукового сигнала у вас начнутся ваши 40 секунд на ответ на конкретный вопрос. При выполнении этого задания нужна максимальная концентрация. По какой причине? Потому что у вас будет только один шанс верно услышать вопрос. Поэтому тут нам необходимо обязательно дождаться звукового сигнала и не торопиться отвечать сразу же после первой реплики. Потому что, возможно, будет еще какая-то и вторая часть нашего вопроса. Поэтому мы ждем звукового сигнала. И только после него уже отвечаем на вопрос. На экране у вас будет продемонстрировано исключительно условие задания. Оно у нас от задания к заданию не меняется. Все остальное будет звучать у нас в аудиоформате. Пожалуйста, помните про наши главные правила по устной части номер 3. Вам необходимо осветить не менее двух грамматических основ. И это именно те грамматические основы, которые являются контекстными. Что здесь подразумевается? Что, например, грамматическая основа I think это не контекстный ответ. Нам необходимо дать контекстный ответ, то есть тот ответ, который у нас нацелен на как раз таки сам вопрос. А фраза по типу Это у нас все еще не ответ. Поэтому тут это не засчитывается за грамматическую основу. Если у вас в вопросе прозвучало множественное число, вам необходимо перечислить не менее двух элементов в ответе. Если в вопросе есть дополнение why либо же why not, значит вам необходимо дать пояснение своему ответу, а не просто ответить на вопрос. Не бойтесь, пожалуйста, не понять какое-то слово, либо же не услышать что-либо, потому что вам в самом начале обозначают общую тематику вашего интервью, и вы, исходя из нее, уже можете догадаться об общем смысле вопроса. Даже если вы не знаете, что отвечать, мы с вами ни в коем случае не молчим, а говорим хоть что-то. Пожалуйста, как говорится, не молчи, скажи мне хоть пару слов. Из наших, к сожалению, грустных тем по поводу устной части номер 3, это список вот таких больших грамматических тем, точнее большого количества грамматических тем, за которые, если вдруг вы допускаете ошибку, будет снижаться балл при ответе на это задание. Поэтому стараемся следить не только за смыслом нашего ответа, но и за грамматической составляющей нашего ответа. И последнее, друзья, завершающее наше задание из устной части, это у нас задание номер 4, в котором нам необходимо записать голосовое сообщение нашему другу. Мы за него получаем 10 первичных баллов, и у вас на экране, аллилуйя, у вас будут цветные фотографии. Кто-то говорил, писал о том, что, боже, в сборнике они все черно-белые, не переживайте, вы сдаете экзамен на компьютере, и у компьютера есть возможность передавать цвет. Спасибо ему большое за это. Что нам с вами необходимо здесь сделать? Нам необходимо также подготовиться. У вас будет 2,5 минуты на подготовку к этому заданию. Если вы уже вдруг выполнили задание за выверенные, за те минуты, за 3 минутки, которые вам уже дали, вы можете также досрочно его завершить. Мы с вами во время подготовки не пытаемся составить абсолютно все наше высказывание. В этом нет смысла. Это просто лишняя трата времени. Продумайте основные моменты. Вам необходимо продумать различия между фотографиями, достоинства и недостатки, и также ответ на четвертый пункт плана, то есть выражение нашего с вами личного мнения. Также не забывайте, пожалуйста, упоминать тему проекта, которая у нас с вами прописана в самом задании. Следите, пожалуйста, за формулировками во втором и в третьем пунктах плана. И плюс ко всему, в последнем пункте тоже может быть какая-то подсказка, для того, чтобы мы с вами верно разграничили наши два типа чего-то. Например, здесь у нас два типа нашей профессии, и мы с вами видим на первой фотографии человек, который занимается у нас стройкой. На второй фотографии у нас люди, которые спасают кому-то жизнь. Это у нас врачи. Из основных ошибок, которые встречаются в этом задании, к сожалению, это различия, которые указываются совершенно не по теме задания. Что это подразумевает? Что вы можете, к сожалению, неправильно, например, описывая фотографии и отмечая разницу между ними, сказать, что на первой фотографии у меня один мужчина, а на второй фотографии их два. И это никак у нас не завязано на тематику проекта. Поэтому мы всегда любое описание, любое различие, любой плюсик и минус к фотографии описываем именно через призму темы проекта. Описание фотографии у нас обязательно должно быть использовано во времени Present Continuous, если этого, конечно, допускает глагол. Например, The girl drinks coffee. Это ошибка, потому что она у нас is drinking. Она находится на фотографии, и это уже будет наше вечное действие. Отсутствие использования определенного артикля при повторном упоминании. Например, если вы упоминаете человек, который у нас продемонстрирован на фотографии, при повторном упоминании вы поставите перед ним определенный артикль. Неверный артикль и также предлог в словосочетаниях in the picture и также in the photo, пожалуйста, обращайте внимание, что здесь у нас предлог in, и тут у нас определенный артикль, потому что фотографии у нас две, они уникальны, и они у нас одни. Все, у нас есть определенные фотки, которые мы решили выбрать для нашего проекта. И последний, очень важный пункт, это использование, к сожалению, неверной глагольной формы для раскрытия четвертого пункта плана. Тут необходимо всегда следить за заданием и смотреть, какая здесь у нас стоит формулировка. Например, вот тут стоит You'd prefer. Получается, если я вдруг в своем ответе скажу I prefer, это будет ошибка. Мне необходимо использовать данную глагольную форму. I would prefer. Далее, у нас с вами важны еще моменты, чтобы вы себя чувствовали комфортно, чтобы вы точно ничего не упустили во время экзамена устной части. Пожалуйста, еще раз, после экзамена, после завершения вашего выполнения устной части, прослушиваем выполнение всех заданий. У вас будет возможность прослушать каждой вашей аудиодорожке, аудиозапись. Все это протыкиваем, прослушиваем с вами начало, середину и конец, как минимум. В идеале прослушать абсолютно все. Обязательно это сделайте, потому что если вы это не сделаете, и у вас, к сожалению, будет плохое качество записи, никак это решить не получится после выхода из пункта проведения экзамена. Поэтому, если у вас возникают какие-то технические сложности, не стесняйтесь, сообщайте о них. И, пожалуйста, помните о том, что у вас есть права, и они должны быть защищены на экзамене. Вот и все, друзья мои. На этом я буду потихоньку завершать. Я вам напоминаю про свой телеграм-канал, на который рекомендую вам подписаться. В закрепе вы можете получить полезные материалы, плюс ко всему в преддверии устной части я выкладываю полезные посты касаемо нашего устного экзамена. Поэтому переходите по этому QR-коду, либо же по ссылочке в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал, будьте на связи и не переживайте. Я в вас искренне верю, я знаю, что у вас прекрасно получится сдать экзамен. Вы у меня молодцы, вы готовились, и все у вас будет хорошо. На связи, как всегда, была ваша Ринкеля. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова